Итак, молозива, иммунецин, филен, микробидрин. Следующий препарат, который очень хорошо влияет на иммунитет, суперпища. Значит, дозировка, она вся идет стандартная. Маленькому ребенку капсулы, большому там две капсулы, взрослому три капсулы. То есть, по каталогам, вот когда каталог идет, там все уже отрепетировано. То есть, не надо ничего придумывать другого. Вы когда не знаете, как пить, пить и по ладжуках сто и три раза. То есть, это как бы стандартная такая дозировочка. Значит, суперпища обладает очень хорошим действием на иммунитет. Потому что здесь чистый продуктовый продукт. В смысле, чистая продуктовая линейка. Если, например, мы иногда используем отдельные минералы или отдельные витамины, то в суперпище содержится очень большой комплекс. Здесь и ростки, и сок ячменя, и яблочные пептины, и хлорелла, и водоросли. И, в общем, пробиотических культур недрожжевого типа. Вот, сейчас все говорят, у нас нет бактерий. К примеру, да? Есть суперпища шикарной бактерии. Причем, эти бактерии будут сразу же переваривать вот те ростки, пшеницы и так далее, которые вы будете получать из суперпищи. То есть, у нас во многие препараты включены бактерии. Ваксмакс включены бактерии, да? Сюда входит свекольный сок. Брокколи. Брокколи содержат очень полезные вещества, индолтрикарбинолы. И эти индолтрикарбинолы очень хорошо укрепляют молочные железы, гинекологическую систему, потому что они являются, по сути, противоонкологическими. И вот суперпища они есть. Шведская черника, это изрение. Концентрация акациролы. То есть, у нее действие очень укрепляющее, регулирующее обмен. Я не люблю стимулировать иммунитет чисто витаминами. Потому что витамины – это только поджигатели. То есть, это поджигатели обмена веществ. И без питания они не очень сильно работают. Потому что можно подумать, что можно проколоть витамин B1, B6, там еще что-то, еще что-то, и вроде все наладится. Ничего не наладится. Если человек не получает какого-то нормального, чувствительного питания, вот суперпища что делает, например? Пробиотики повышают иммунитет за счет эндоксиромы. Дальше. Зеленый чай – антиоксидант, противовирусное и бактериальное действие. И все, что включается, вот эти ростки, там содержатся уже ферменты. Там содержатся уже аминокислоты. И поэтому для поддержания иммунитета, то есть, у нас для кормежки иммунитета, то есть, это не гриб, который иммунитет начнет повышать, пугать, запугивать, там, стимулировать, хрестать и так далее. Это будет совершенно четкий пищевой продукт, который будет кормить вот этот иммунитет. И плюс к тому, огромное количество побочных полезных, то есть, укрепляет систему кровотворную за счет железа, цинка, кальция, магния. То есть, суперпища – это продукт, который вы, к сожалению, не очень знаете. Не очень знаете, но это продукт совершенно потрясающий. Он действует на систему пищеварения, улучшает ферментную функцию за счет яблочных ферментов, ферктивных, за счет ферментов соли, повышает кислотность в толстой кишке, снижает токсичный желчный кислот, восстанавливает бактерии кишечника. То есть, одновременно улучшат кишечник, вы начинаете действовать на иммунитет с другой стороны. Дальше. Изменяет лимфатические потоки. За счет хлорелы обеспечивается мощность детоксикации. Вот смотрите, например, мы действуем на иммунитет. В смысле, вот на той питание, еда, вода и так далее, и так далее. Так все это можно сделать в одном. Потому что есть такие комплексные препараты, что все действия будут в одном. Вот, например, эндокринная система. Как действует на эндокринную систему суперпища? Способствует снижению веса за счет красных водорослей, восстанавливает баланс йода, фосфора, железа, селена и клемния. Зеленый чай регулирует ремпатический сахар в крови. То есть, одновременно, да? Как действует на счет лимфатической системы? За счет хлорелы обеспечивается мощность детоксикации. Плюс свекольный сок стимулирует работу лимфатической системы. То есть, это достаточно мощный лимфастимулятор. Или как действует на центральную нервную систему? За счет спирулины восстанавливается баланс витамина группы В, ненасыщенный жирный кислот. Цирр, магний, медь и силен укрепляет нервную систему, улучшает микроциркуляцию ткани мозга. То есть, казалось бы, у вас плохой иммунитет, или как вам кажется, плохой ли вы часто болеете, и вы не в состоянии пока понять, что надо этому иммунитету. Нужно ли ему давать иммунение, чтобы его поднять? Вроде ни петели, ничего нету. Какой смысл, да? Нужно ли ему молозиво, если вам, допустим, 50 или 60 или 70 лет? Тоже вроде смысла особого нету, да? Понятно, что цинк и силен в отдельной форме, это мощные препараты, но они простимулируют только ферментный уровень и уровень гормональный. А вот суперпища, она все простимулирует. То есть, причем она абсолютно натуральная, у меня нет ни одного ненатурального продукта, ни одного химического ингредиента. То есть, это, считаете, еда для всех систем. То есть, тот, кто не знает, что делать, с чего начать, может начать суперпища. То есть, это просто потрясающий препарат. Просто. Ну, его трудно сравнить, но можно сравнить только с фитоэнергией. Вот фитоэнергия, это в эту же сторону идет, да? Потому что мы сюда будем записывать не все препараты, у нас все препараты стимулируют иммунитет, но мы из этой коллекции должны выбрать самые лучшие препараты, самые лучшие продукты, потому что так можно все пить. Чеснок. Значит, что установили ученые? Матро, что он укрепляет иммунитет, он еще увеличит активность телемпоцитов и клеток киллеров. Вот это вот особое единство. То есть, если в организме есть инфекция, чеснок обладает противопаразитарным, противобактериальным, противогрибковым действием, плюс, повышает активность киллеров, и телемпоцита, то есть, двойное действие. С одной стороны, он угнетает рост, мы для чего чеснок добавляем в помидоры, например, да? Для чего мы чеснок добавляем в агумуцит, в какие-то места? Именно для того, чтобы подавить там болезнетворный флор, чтобы подавить там грибок. И, конечно, греканты и вкус, но у нас проблема не в этом. То есть, и не проблема, и задача даже не в этом. Задача была в том, чтобы именно нормализовать вот это вот, чтобы не гнило, чтобы продукт не гнил, не погребался греком и так далее. Поэтому есть препараты или продукты, которые комплексно воздействуют на всю систему иммунитета. Он желчегорный, он дезагригант, то есть, он разжижает кровь, он улучшает проникновение крови во все места, включая предстательную железу, включая молочные железы, включая мелкие сосуды мозга. То есть, чеснок обладает мощнейшим атеросклеротическим действием. То есть, вот это царское снадобие, которое со времена Ивана Грозного еще было, по каплям чеснока от 1 до 40 и назад, да? Это же было мощное оздоровливающее действие. Так, никакие капли не сравнятся с маслом чеснока. То есть, по эффективности масло чеснока нескольких раз выше, чем любые капельки. Потому что 1-2-3, это все понятно, но дело в том, что вода еще должна дублицировать это все. И, конечно, это спиртовая настойка, это достаточно длительное приготовление. 2-3 карты у чеснока решают эту проблему. Беременный чеснок, в принципе, можно. То есть, это продукт пищевой. Единственное, что, конечно, чеснок не перенесут те, у кого плохая печень. Безусловно, потому что печень будет все время давать то сбои, то торможения какие-то, то в воду, то то шноту. То есть, это люди чеснок вообще не переносят. Но это не значит, что им не надо его есть. Это значит, что надо чистить печень. Потому что печень в иммунитете принимает очень серьезное значение. Во-первых, она вырабатывает белки. То есть, те же инкарфироны, те же иммуноглобулины, те же защитные факторы, те же условия, способствующие те же антитела. Поэтому, состояние печени, если в печени лямбрии, если в печени аписторики, если рядом с печенью живут глисты, то нарушаются полностью все процессы. Поэтому для иммунитета очень важно состояние печени. Даже важнее, чем состояние других внутренних органов, там, сердца и так далее. Дальше, кита, энергия. Кита, энергия. Фитоэнергия, это тот же комплексный препарат хлоросилы. Он тоже содержит огромный вот этот вот состав. То есть, начиная с расхода, заканчивая хлоросилами. То есть, он приблизительно действует как суперпища. И третий такой же препарат есть, зеленое золото. Если честно, я не люблю стимуляторы иммунитета. Чистые стимуляторы. Потому что иммунитет просимулированный, он недолго держится. Он падает, его стимулируешь, он падает, его стимулируешь, он падает. Я люблю 100% натуральные продукты, которые можно принимать. И при этом иммунитет будет сам улучшаться по себе. Это гораздо более действенный путь, чем просимулироваться какими-нибудь, там, плотными или... Потому что иммунитет не нужен на 3 дня, он нужен на всю жизнь. И ребенку не надо, чтобы у него в период гриба только поднялся. Он нужен, чтобы у него постоянно был. Конечно, препарат, продукт всех времен и народов. Спирулина. Спирулина. Про спирулину есть целая книжка. И причем это единственная книжка, где я обычно не собираю клинические исследования. Потому что, ну, нет необходимости собирать клинические исследования на кого уровень новодерева. Она и так помогает, да? А чтобы человек начал принимать спирулину, ему недостаточно просто, чтобы мой дистрибьютор посоветовал. Значит, и когда мы собирали материалы по спирулине, то есть все, что в России было по спирулине, все институты, которые занимаются, институт геронтологии, ну и так далее, то есть институт гушетства и гинекологии, мы собрали все данные, все отчеты, и все это проанализировали и сделали из этого мужика. Я считаю, что препарат номер один в мире это вообще спирулина. По клеточному питанию. Потому что это комплекс. Во-первых, во-вторых, это водоросль, причем водоросль пресноводная. Она не содержит йода как такового, у которого есть масса ограничений для разных людей. И она содержит 17 аминокислот. То есть это чемпион по аминокислотам. Вся суть жизни, вся суть жизни, это обмен белка с белком в воде при помощи белковых ферментов и герон. Это суть нашей жизни. Вот когда я вам рисовала клетку, я сказала, что... Вот мембрану клетки, да? С маслинками вот с этими, да? Которая поворачивается и встает. Я вам говорила, что жизнь клетки обеспечивается тем, что в нее проникает. И вот когда в нее проникает туда и сюда, это и есть жизнь. Вот проникла туда, проникла назад, проникла туда, проникла назад. Здесь никакой души нет. Здесь никаких мускальных моментов нет. Там ничего нет, там только программа, как она должна размножаться, энергия. Ну, вот и кто разворачивает вот эти вот маслиночки, открывает вот эти вентили, и за счет чего оно проникает, сейчас уже точно докажут, что центральная нервная система. То есть все ищут, где у нас точка пусковая, точка нашей жизни. То есть почему в нас текут эти вот эти энергетические процессы? Кто именно управляет? Вот это самая большая загадка, да? Но даже Всемирная организация здравоохранения, если вы почитаете, что такое жизнь, что такое жизнь, слово жизнь, да? Там будет написано, жизнь — это способ существования белковых тел, то есть аминокислот. в постоянном обмене, взаимодействии, перестроении, при помощи ферментов в воде. Это все, вот это определение жизни. То есть человечество до сих пор не определило, что такое жизнь. Кто руководит, где руководит, как руководит, по какому плану. Вообще непонятно. То есть мы используем считание белковых тел. То есть у нас есть сообщество нервных клеток, умных клеток, у нас есть сообщество молодых клеток, еще каких-то. И где наша вот эта собственная ценность? То есть мы продукт чего, на самом деле, да? И поэтому все, что касается слова белок или конкретно 28 аминокислот, все остальное — это только условия. Витамины — это поджигатели, жирнокислоты — это энергия и так далее, и так далее. А все наши клетки воду состоят из аминокислот из белка. И малейший дисбаланс аминокислот ведет к тяжелейшим поражениям и пробуксовкам наших умных. И цель нашего питания была бы... Принеси, пожалуйста, мне одну корню. Первый итог. Цель нашей жизни такая вот, чтобы мышцы, словами, безболезненно, да? Наладить баланс аминокислот. Сейчас вся наука идет в эту сторону. Создаются какие-то короткие поликрептивные цепи. Я не знаю, все термы мира занимаются только тем, как бы нормализовать белок, как бы его сбалансировать, как бы сделать так, чтобы всего хватало. То есть белками сейчас лечатся, ну, вообще самые, вообще какие-то неимоверные заболевания. Но дело в том, что природа не предусматривала такой прогресс науки. Она не предусматривала, что кто-то будет что-то синтезировать и восстанавливать. Значит, в природе заложен механизм. Какой в нашей жизни потребление белка, расщепление белка, полноценность белка. Если из 20 аминокислот у вас регулярно поступает 4, то все функции, которые выполняет белок, они будут нарушаться. И пока не будет поступать это, это, белок, все 28 аминокислот, по одной, по две, по три, в помидорах 3 аминокислоты, там где-то еще сколько-то, а в спирулине 17. Представляете? 17. То есть это, включая все незаменимые, то есть в противнице содержится 7 незаменимых. Поэтому представьте себе ситуацию. У нас аминокислотами в стране никто не занимается. У нас, я давно эту книжку писала, еще когда-то кафе не начиналось 7 лет назад. У нас еще аминокислот не было. Еще противнике не было. Я не знаю, зачем я включила сюда аминокислоты, потому что реально я не работала с аминокислотами, вернее работала, но они меня все не устраивали, потому что все аминокислоты брались из крови, из каких-то других веществ. Это недопустимо, в общем-то, потому что мы получаем все болезни. То есть аминокислоты, это совершенно потрясающая вещь. Вот смотрите, например. Ну, просто пример. Приведу, чтобы вы поняли уровень, да? Вот смотрите, резин. Незаменимая аминокислота, входящий в состав любых белков. Он необходим для нормального формирования костей и роста детей, способствует усвоению кальция, поддержанию нормального обмена азота у взрослых. Резин участвует в синтезе антител, гормонов, терментов, формировании коллагена, это старость, да? Восстановлении тканей. Его применяют в восстановительный период после операции травм. Резин понижает уровень триглицеридов, сыворотки клаваней, регулирует их. Эта аминокислота оказывает противовирусное действие, особенно в отношении вирусов, герпеса, остеокспираторных инфекций. И так далее. Прием добавок, содержащих резин в комбинации с витамином С и биофлавоноидами, рекомендуется при вирусных заболеваниях. Детицин, это и незаменимая аминокислоты, может привести к аминокислоте, кровоизлияниям, терментным нарушениям, раздражительности, усталости, слабости, плохому аппетиту, замедлению снижения роста масса тела, а также нарушениям репродукции и так далее. Вот можно это отрегулировать, как вы считаете? Это 10 уровней разрегулирования. И содержится сыр, ну естественно хорошее, яйцо, естественно сырое, рыба естественно сырая, мясо, естественно сырое, молоко естественно сырое и сои. Вот резина больше нигде нет. Я бы специально показала телем по клевнию. 60 градусов довели, все, белок уничтожен. Все, белок уничтожен. Ни резина, ни трептофана, ни изоленцина, ни метианина, вообще ничего нету. 21 аминокислота как-то соберется в организме всем незавенимым проблемам. И эту проблему нельзя решить на уровне целителя, на уровне экстрасенса, на уровне вообще чего-то. Никакого аппарата, никакого препарата, никакого вообще ни на уровне, ничего нельзя решить. Нет близина, все, нет близина. Нет трептофана, все, нет трептофана. Нету из 28-15 аминокислот. Вот, все отлучится, а иммунитет уйдет сразу. Потому что для иммунитета, для иммунной клетки нужны 28 аминокислот. Все. Вот, вопрос. В организме уже была такая проблема. Хочешь, ешь. То тебе хочется молока, то тебе хочется мяса, то тебе хочется яйцо сушить, то тебе хочется там, яблоко-то еще что-то. То есть, как организм мог бы регулировать это все? Если у нас было достаточно продуктов, если бы они были натуральные, приготовленные щадящим образом. Если раньше кашу готовили в печке до 60 градусов, то белки не разрушались. И, по-четкушевшим, простое зерно, все это получало. Сейчас мы это не получаем, потому что газ, потому что я свече, потому что все. И значит, у нас пошел у всех это страстинический дисбаланс аминокислот. Это основа нашей жизни. Если мы обмен аминокислот, а у нас идет дисбаланс аминокислот, значит, у нас будет лучше обмен веществ. И в первую очередь иммунитет. Можно ли это каким-то грибами восстановить? Да никогда в жизни. А это значит, что на первом уровне я сюда заношу именно аминокислотные препараты. аминокислотные препараты. И это еще протилитер. И это еще люцерна. Это то, с чего надо начинать. А что в печенье акулы? Жир печенье акулы это витамин А, витамин Е это жир. Жир это просто энергия. Он даст на короткое время иммунитет до энергии. Что дальше? Дальше ничего. И микрогидрин даст энергию. Дальше что? У ликоцита нет аминокислот, чтобы разобрать. В ликоцитер как из одного получается три. Раз, два, три и все. У него должен быть тройной запас аминокислоты. Где он их возьмет? Все не синтезируются. Я на это думаю уже много лет. Пока мы не нормализуем аминокислотный баланс, ничего здорового не произойдет. Да, это можно сделать питанием. Да, это можно сделать экологически чистым питанием. в деревне. Если кушаешь две столовые ложки сметаны натуральные, хорошие, забиваешь натуральным хорошим молоком, съедаешь натуральный кусок хлеба, сделанного в деревенской печке, натуральное съедаешь что-то там, я не знаю, простоквашу тужу. Даже думать об этом не думаешь, все получается. Человек посылает умирать в деревню. Он там живет и живет, возвращается в 10, через 10 лет вот с такой физиономией. Он говорит, слушай, ты как? Да ничего не делал. Пил чистую воду, спал, ковырялся в земле, думал, привык, но никак, да? И просто ел сметану. Что такое натуральная сметана? Это понятно, да? То есть, и вы понимаете, произошла какая подмена? Мы или тоже едем сметаной? Мы или тоже идем в магазин? В чем трагедия наша? Что мы идем в магазин, покупаем якобы сметану, в которой мало того, что нету того, чего нужно, мне еще присутствует то, что не нужно. Антибиотики, антисептики, ну только блюха, как сметана не портится? Это невозможно. То есть, нас убьет и холодильник, нас убьет наша безграмотность, нас убьет то, что мы думаем, что мы едим это, а на самом деле мы едим другое. Вот это можно помнить. Потому что, я вам скажу, надо кушать сметану, молоко, кефир. То есть, я вам все скажу, что надо кушать. Вы пойдете в магазин, купите сметану, молоко, кефир и все. И наступит вот эта вот подмена, когда вы не получите ничего, ничего, ничего и ничего. Вот вопрос. То есть, все в деревне не поместимся. Это понятно. Кстати, я с другой Москвы уехала в деревню, было бы очень хорошо. Потому что, в деревне уже, все деревни съехались в Москву. Но я думаю, что скоро люди начнут обтекать. Потому что, на самом деле, проблемы серьезные. Что мне хотелось бы вам, чтобы вы поняли. В природе есть все, абсолютно все, чтобы мы были здоровы. Иначе до нас не придумали, иначе ничего этого не было. Значит, что-то мы успели находитесь, безусловно. То есть, многое успели находитесь. И природу мы успели находитесь, воду и так далее, и так далее. Никто не думал, что мы возьмем на 300 метров, забуримся и воду достанем. Она там мерзла. Никто не думал, что мы ее проведем, разрушенную на 10 этаж подадим. Она там разрушена, она там с неправильной информацией. То есть, это не прогнозировалось. Что такое нерожденная вода? Это смерть. Берут воду с глубины 300 метров, на глубине 300 метров в жизни нет. Она не прошла поверхностные слои, она не готова. Мне нет энергии, она забирает у нас энергию. Что получается? Вроде бы все делаем нормально. Взяли воду из подкран и почистили, все хорошо. Нет мне энергии. Взяли, съели молоко, сметану, нету там ничего этого. И поэтому единственное, где что-то осталось, единственное, к сожалению, к огромному сожалению. Я, когда общаюсь со своими друзьями, у нас уже, ну, как бы, достаточно мы давно закончили институт, и мне сказали, ты чем занимаешься? Я говорю, мне надо смеяться, пищевыми добавками. Все говорят, ты что, с ума пришла? Оля, ты что? Ты же уникальный раз, ты что, с ума сошла? Я говорю, да, я сошла с ума. Потому что единственное, что сейчас можно есть нормально, вот нормально, без страха. Это спирулина, да и то не у всех фирм. И то не у всех фирм. Вот в этом будет наша трагедия, о том, что мы не можем уже есть эти продукты, которые нас потихонечку убьют. Вот в этом трагедии. Слава Богу, что еще есть, люди, которые там в семье надкуда-то добывают, тот же микрогитрины с той же рисовой муки. То, что можем мы заменить, хотя бы часть необходимых, вот просто жизненно необходимых для иммунитета продуктов. Тут не вопрос вообще, не вопрос пищевые добавки, не вопрос компания Коралл. Тут нет вообще этого вопроса. Вопрос в том, что спирулину ничего не надо добавлять. И ничего с ней не надо делать, потому что ее продают как спирулину. И она хранится, и с ней ничего не надо делать. Мне не надо ни кантисептиков, она хранится, что называется, вечно в сухом виде. Потому что это клетка, которая свернулась, и она может лежать десятки, сотни лет. если она правильно заготовлена, правильно сделана. Консервной лежала в египетской пирамиде достали, посадили, она выросла. Есть программа сворачивания, есть программа разворачивания жизни. Пойдет вода, пойдет солнце, значит все начнет двигаться, все начнет перемещаться, белковые тела начнут прорастать, ну и так далее. Я не знаю, как сейчас сбалансировать питание через супермаркет. Это нереально. Это надо просто, я прихожу в магазин и я из 50 продуктов беру два. То есть, это не вопрос, что там, я просто знаю, читаю, я знаю производителей, я знаю, как в московске мясокомбинации, я знаю, где соя, где модифицированная, где какая и так далее. Это страшное дело, модифицированные продукты. Просто страшно. Это трагедия. Модифицированные продукты это трагедия. У них вставлены гены, это совместное, с несовместимым. Гены рыб вставлены пшеницу, гены петунии вставлены. То есть, это ядовитые вещества. Сейчас невозможно есть ни колбасу, сейчас вообще ничего невозможно есть. Ни вареную, которую наши дети едят, ни сосиски, потому что это все соя. И все генномодифицированное соя. Поэтому самая большая проблема мы уничтожили продукты питания. Самая большая проблема. Вот эта проблема, которая нам не даст реально быть здоровьем. И только тот, кто сможет ограничить свои потребности до определенного уровня. Самое страшное, когда пшеница будет генномодифицирована. А она уже есть генномодифицированная. Горошек, кукуруза, это уже все генномодифицированное. Он весь генномодифицированное. Картофель. То есть, основные продукты жизненного питания. Америка сейчас просла в другую сторону. У нее сейчас очень дорогие продукты, не генномодифицированы. так сказать, у тебя сейчас все генномодифицируем, а потом начнем идти в ту сторону, куда они пошли. К счастью, у нас еще многие области не имеют вот этой генной модификации. И, к счастью, у нас еще многие бабушки продают нормальную картошку, продают нормальные вещи какие-то. Но это уже вещь проблематичная. Поэтому нужно меньше кушать вещей, которые непонятного сомнительного качества. Лучше добавлять. Потому что никому нет смысла ячмень. Ну, кому смысл ячмень? я подистирую. Никому никому не нужен. Никому нет смысла магистицировать какие-то вещи, которые идут как продажа вещевых добавок или концентрат или биологически активных добавок. Просто в этом нет смысла. Потому что они не нужны огромной имплантацией, как, например, арахис или как соя или как пшеница. То есть это никакая задача. И поэтому я вижу сейчас единственный вот этот вот баланс, единственный баланс, то есть в рациональном использовании обогатителей питания за счет снижения токсического действия продуктов именно. Сейчас надо кушать совершенно простые вещи. Вот я почему папайу ее в магазине, да? Потому что ни одного человека в голову даже не придет модифицировать папайу. Равно растет она на дереве и что? Или банан модифицировать или еще что-то, да? У них просто даже в голову это не придет, потому что это, по-моему, это что-то модифицируешь. И начинаешь реально понимать, что через этот продукт можно получить хорошую энергию и хорошее питательное вещество. И так я подрезунирую с иммунитетом. Что же такое иммунитет? Иммунитет – это защита. Эта защита протекает всю жизнь. Она не от случая к случаю, она течет круглосуточно с первого до последнего дня жизни. Первое. Значит, второе. Иммунитет не зависит от генетики, от каких-то других факторов. Иммунитет зависит от среды, в которой живет человек. Среда определяет, что он кушает, среда определяет, что он пьет, среда определяет, какие бактерии в него вирусы попадают и посторонние. И для того, чтобы поддерживать иммунитет на достаточном уровне, на боеспособном уровне, надо нормализовать образ жизни. Этот образ жизни нужен не только для иммунитета, он нужен практически для всех систем. И когда мы пройдем его 12 раз, вам станет понятно, что все равно в эту сторону надо идти. Вы, конечно, будете пробовать с другой стороны. Кто-то попробует что-то отрезать, кто-то что-то пришить, кто-то где-то помассировать. Ну, то есть, вы будете разные какие-то такие вот вещи делать, я тоже шла по этому пути. Я занималась психотерапией долго, много лет и очень хорошим эффектом, да, пока не поняла, что бессмысленно. Просто бессмысленно этим заниматься. Я занималась лечебной фиркультурой и тоже поняла, что, ну, можно, конечно, бегать, но бактерии от этого кишечники больше не станут. Я бегать можно, предусловно, да, я занималась многими-многими дисциплинами, которые, как мне казалось, приведут человека к здоровью. Пока в конце, когда я не вышла на питание, мне не хотелось питанием заниматься. Мне всю жизнь не хотелось заниматься питанием. Я всю жизнь искала панацеи. В разных методах, в разных способах и так далее. И врачи продолжают делать то же самое. Они ищут панацеи, гомеопатии, другие ищут, в гипотерапии, третьи ищут в массаже, четвертые в мануальной терапии, пятые это еще где-то. То есть все ищут какую-то панацею. И, а врачи-технологи, они как бы сидят в засаде. То есть они это понимают, что, в общем, да, очень важное все это, да, но они как-то так не проявляют себя, потому что это не критическая специальная для нас. В то время, как другие, все, занимаются созданием новых лекарств, созданием новых приборов, которые, по их взгляду, отбалансируют что-то в организме. Поля, например, какие-то, или частоты, или еще что-нибудь. То есть человечество ушло в эту сторону. И только одни мудрые японцы и китайцы, только восток, все время движется в сторону питания. китайцы синтезируют хлорофилл, у них 50 видов салата, которые можно есть, у нас один китайский, да, они двигаются все время в сторону создания каких-то интересных форм продуктов, выращивают, опробируют и так далее. Все остальные движутся в совершенно другую сторону. Американцы вообще пошли в сторону. Сустав, ради бога, не вопрос, искусственный сустав. кожа, сейчас научимся расти. То есть уже идет результат замена органов. То есть свой орган выбрасываем в другой. То есть мы пошли по другому пути, по технократическому. Но у кого-то не хватит технократических способностей, у кого-то не хватит просто денег. Потому что все это будет достаточно коммерческий, достаточно серьезным. Сейчас надо останавливаться, сейчас надо смотреть, что собственно есть жизнь, как она была в природе раньше, как животные пытаются за себя бороться, что они делают? Ну что они делают? Что кошки живут 17 лет или 15 или 20, да? Что они делают каждый день? Ничего они не делают особенного. Они с жизнью физиотерапию не проходили никогда. И руки ты не моешь. Ну так вот, если по крупному счету, да? У них какой-то дет работает. За счет чего он работает? И сколько бы мы не хотели, мы вернемся к еде, мы вернемся к воде, мы вернемся к знаниям, то есть к осознанию этих вещей, да? Мы вернемся к содружеству бактерий, реверсов, глибов, паразитов. То есть я первый раз в жизни за 30 лет нахожусь на уровне понимания, что вопрос нужны нам вообще врачи, вот в этом смысле слова. Потому что на самом деле мы вот, так сказать, мы развили диагностику, мы развили разные способы, методы, мы полностью потеряли целостность организма, полностью, мы разучились готовить. Вот представьте себе систему клеточного питания, да? Аминокислоты. У нас никто не занимается аминокислотами в стране, практически. Ну, кроме эфира, которые внедряют какие-то аминокислоты, да? Либо привозят, продают. Витамины. Естественными витаминами никто не занимается, кроме нескольких человек, которые морковку сушат, свеклу пытаются реактивизировать и так далее. Искусные витамины, которые созданы 30 лет назад, как они в общем-то и есть обоцет, где там капельками, уколчиками. Никто этим не занимается серьезно. Живыми кислотами никто не занимается. Вообще никто. То есть у нас в стране жирных кислот нет. В России жирных кислот нет вообще. Мы пользуемся их жирными кислотами. Хотя выпить жир 100 лет назад был. И вспомните себя. Меня бабушка не выпускала из дома, пока я не выпил ложку рыбьего жира. А меня потом везде от него просто. А как у нас выставляют шариков? Ну, в шариках. Ну, омега 360. Тот же рыбьи жир. IQ, тот же рыбьи жир. Ну, жир печень акул. Тот же рыбьи жир. Ну, так это хорошо что упаковали, потому что его так же невозможно пить, да? Есть ферменты. Ферменты. Никто не занимается ферментами. Получаемость в Словакии из Польши там и стал регистрат, паркзенон, панфириатин. Вот это уровень нашей интернетной базы. Дальше. Вода. Никто не занимается водой. Из врачей. Из физики занимаются, химики занимаются. те, кто очищает водой занимаются. Те, кто фильтры создают группы, то это коммерческие такие направления. То есть никто не занимается клетчаткой. Вот по сути дела, да? Клетчатка это фиктивный, это вот то, что нам необходимо. Если раньше хлеб был с отругами, то есть мука была настолько плохо, помолода, что хлеб был с отругами, а какая-то клетчатка была. Сейчас вообще никакой клетчатки в печени. То есть мы ее практически то есть пять уровней клеточного питания. Пять глобальных на которых живет клетка. Клетка из этого состоит. Ничего другого ей не нужно в принципе. Она из этого состоит. Поэтому она будет просить жирные, кислоты, минералы, витамины. Минералы занимаются пять врачей. Профессор скальный там минералов такие известные в нашей стране. Но кормят животными в основном минералами. Как доктор Олог говорил, что это потрясающе? Я говорю, мы хотим, чтобы у животных была хорошая шкура, хорошая кожа, блестела все, чтобы мы этих шубу сшили. Неужели человеку не нужны хорошие волосы? Почему никто его не кормит минералами? То есть в результате никто не занимается питанием клетки, организм статистиклета. Если клетка заболела, у нас нет возможности ее восстановить, потому что она ничего не возьмет то, что она не хочет. Она возьмет только то, что ей нужно. Мы пошли по линии искусственной косметики. Я читаю по косметологии лекцию, Молдой Барин сидит, я все рассказываю про систему 7, хорошие вещества, это 7, все это рассказывает. Он сдает, говорит, вы знаете, что я хочу сказать, молдой сошел лет 20, крем должен быть такой, чтобы можно было съесть. Вы можете съесть систему номер 7. И от неожиданности аж прям может поперкнулась. Представьте себе, у нас живая клетка, но естественно, она съесть только живой продукт, она не съест. большое количество крема, еще 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 уже может она съесть, если это натуральный продукт. То есть и косметологи ушли туда же. Сейчас показывают косметические операции. Лидия, да? Мама не горюй. Мама не горюй. То есть понятно, что все женщины должны быть красивыми, понятно, что все это при старение и так далее. Но серьезные очень то есть нет за этим перспективы. Пока мы не начнем кормить нормальный организм, перспективы выживания нету. И плюсы кого-то. Вот это состояние общества на сегодняшний день. Можно не сохранить иммунитет данной обстановки? Можно. Абсолютно реально. Абсолютно реально сохранить иммунитет. Нужно просто навести порядок первого себя в голове. В каком смысле? В самом простом смысле. Нужно все вещи, которые мы делаем, разделить на здоровье обеспечивающие и здоровье разрушающие. Ничего трудного в этом нету. Что полезно, что вредно. То есть на одну сторону что полезно, в другую сторону что вредно. Нужно посмотреть баланс того, что вы делаете между полезно и вредно. То есть разрушаетесь или что вы делаете. И нужно потихонечку очень медленно, очень плавно менять свои установки. То есть с теми обогатителями, которые мы имеем, или с биологически активными продуктами, мы имеем практически все шансы. Чего-то у нас не будет, руководство компании постоянно отслеживать новые продукты. То есть что-то уберут, что-то добавят, что-то уйдет, что-то придет новое. Поэтому компания динамичная, она пришла надолго. И научившись получать результат, вам обязательно научиться получать результат. Но если вы будете хвататься за диагнозы, диагнозы это цариат, диагнозы это системная красная волчат. Никто не знает, что такое цариат. Никто не знает, что такое цариат. Ни один человек. Не знает, даже почему он возникает. Никто не знает, что такое раб. Думаю, узнаем через некоторое время все-таки и за все это отвечает иммунитет вот за все это отвечает не страшно если чекупал подсознанного это все зарастет в организме мощнейшие генеративные способности очень мощные сильные но если иммунитет нет то очень сложно противостоять вот этому очень сложно поэтому давайте с вами подумаем следующим образом вчера мы сговорили по центральную нервную систему и мы поняли послушали подумали кто-то там еще додумает кто-то еще будет долго додумывать что все-таки центральную нервную систему нервную систему и она говорила что регулятор не является витамины группы В но клетка состоит из аминокислот и поэтому вот эта программа укрепления иммунитета она является одновременно комплекс МВ и программа укрепления центральной нервной системы то есть вы никуда не уйдете далеко от этого если у вас есть какая-то серьезная проблема вам надо понять участвует ли не центральная нервная система иммунитет например у вас болит спина ну понятно что ни центральная нервная система ни иммунитет ни участия сильного не принимают это вообще из другой области то есть это движение это положение это неправильная работа это неправильное сидение это неправильная ходьба это последствия травмы другую сторону у вас всех всегда один вопрос с чего начать вот сегодня закончатся занятия с чего начать завтра с чего начнете завтра ну давайте начнем с чего нибудь одного а с чего сюда есть и Ну, во-первых, надо принять решение. Надо принять решение. То есть готовы ли от чего-нибудь отказаться и как-нибудь пересмотреть себя? Если вы готовы от чего-нибудь отказаться и просто готовы думать на ту сторону, просто вас не интересует здоровье, вам надо осознать ценность здоровья для себя, да? Если вам оно нужно, вам надо хотя бы принять решение, чтобы вы начинаете что-то делать. Еще пока сильно неизвестно что, потому что вы не обследованы, вы ничего не знаете, что у вас, поэтому надо пройти какую-то систему тестирования и так далее, и так далее, да? Потому что можно, конечно, пойти по общему пути. То есть психология, еда, вода. Но этим тоже надо заниматься. Поэтому, вероятнее всего, надо наметить план движения какой-то, да? Для того, чтобы наметить план движения, надо, вероятно, себя продиагностировать. Согласны? Значит, продиагностировать себя можно следующим образом. Первое. Пройти какую-то, например, систему тестирования. Раз. Второе. Можно, допустим, исследовать какие-то, скажем, ну не знаю, больницу куда-то пойти, что-то обследовать. На обследование. На обследование, да. Но я бы не хотела, мне бы не хотелось сейчас гонять вас по каким-то обследованиям, на какие-то процедуры и так далее. Потому что не то время. То есть кризис – это не то время, чтобы сейчас броситься обследовать все и вся. Вероятно, надо заняться собой немножко с другой стороны. То есть надо посмотреть свои резервы. Надо посмотреть свои возможности. Надо проанализировать. Значит, мы в один модуль не можем затолкать все сразу. Нам надо с чего-то было начать. Хотя те, кто уже пятый, десятый раз. Вот вы с чего начинаете? Вообще-то не делаете над собой? Нет. Мы с вами уже года два общаемся, да? Да. Вот скажите, что вы делаете. Вот просто интересно. Потому что этого молодого человека я вижу очень давно. И он великолепно учится, великолепно разбирается. Вот просто… Ну, первое. Я воду пью только ту, которая мне нужна. Она у меня проходит очень много. Она у меня через шунгит циновенкийской рудой очищается. Потом заряжается. Потом на тибетских камнях она стоит. Ну, а дальше она у меня стоит уже. Туда добавляю алкомайн. Меня спрашивают, какую воду вы пьете? Я говорю, не знаю. Но когда я ее снимаю эффектом кирлян, она у меня получается очень идеальная. Дальше я отказался. Ну, курить я не курил в своей жизни еще ни одного дня. От спиртных напитков давно отказался. Отказался я, так сказать… Еще от чего? Питание очень, так сказать… Скромное. Скромное, да. Но в основном капуста. Капуста в любом виде идет. Понимаете? Свекнут эти… Кавачки свекла? Да, свекла. От картофеля я уже давно отказался. Так что… Еще что? Ну, остальное веду, так сказать, нормальный образ жизни. Если кто-то едет на юг, меня всегда тянет на север. Я всегда еду в Карелию. Я всегда еду на Кольский полуостров. Вот зимой. Моя, так сказать, моя задача главная – побыть в бане там. Особенно, если она по черному топится. В снегу поваляться, в полуни нырнуть. А жена есть? Есть все. Вы чувствуете себя нормально? Нормально. Вы чувствуете себя нормально? Нормально. А вот вы ходите в серебряную академию, уже много лет я вас вижу. Вы пришли сюда, у вас проблемы какие-то были? Или вы просто по убеждению решили просто долго жить и… Нет, ну я о коралл-клубе я знаю вообще с самого начала. Потому что я и для Марины Сашенко, и для Сережи Макеева много снимков делал. Тогда еще только-только коралл. Еще было там на 9-й парковой. Там я помню это самое все. Снимал я. Поэтому меня убеждать намного не надо. Мне раз показали мою кровь под микроскопом. И через месяц я попил только воду. Месяц я пил воду, сказал, я ничего пить больше не буду. И показали второй раз. Больше мне показывать ничего не надо. А остальные продукты я проверяю очень четко. Фоновое состояние после приема. И больше рассказывать никому не надо. Все идет. Ваша семья поддерживает вас? Нет, тут семья моя, так сказать, с сопротивлением таким идет. Почему? Потому что ящик для идиота, как я его называю, телевизор, о нем не рассказывают. А они все только ему верят. А в своем отечестве нет пророков. Понимаете? Поэтому отдаю, говорю, пейте, не будем. Но это ваш выбор. Вы лучше, чем много лет назад? 5-10 или как-то? Ну, если мне по возрасту сейчас 60 лет, как я выгляжу? Прекрасно. Ну, все. АПЛОДИСМЕНТЫ Мне 60 лет. Ну, я бы больше кисти вам 100% не дала. Как зовут вас? Меня? Николай. Привет. Амелия Молостук. А вы понимаете ситуацию? А, значит, для того, чтобы начать, для того, чтобы начать, вот сейчас, у вас информации недостаточно, потому что самая главная информация, то есть, собственно, ваш организм, она еще пока не исследована. Значит, существует единый путь, потому что, Олеж, наверное, делаем лицо, то есть, я думаю, что пойти надо в этот раз немножечко организованнее. Когда у нас были маленькие группы, мы занимались самоисследованием, и люди после Академии через год приходили, через два, они полностью избавились от своих проблем. Когда на Академии стало ходить достаточно много народа, мы немножечко этот алгоритм утратили, потому что мы действительно много народа, и индивидуально с каждым не позанимаешься. Я думаю, что в следующей Академии я все-таки вам предложу систему тестирования, значит, может быть, даже мы раздадим ее каким-то образом, ну, то есть, систему тестов, которую можно будет пройти и хотя бы определиться по своим резервам. Потому что, если мне понятно, что спросить человека, и чтобы выявить, есть ли у него обезвоживание, есть ли у него, необходимо ли ему чиститься, каких-то минералов в руках у них хватает и так далее, и так далее, и так далее. Потому что можно начать просто, допустим, заняться собой по психологии, и этот путь я всегда даю, он универсальный. Можно начать правильно питаться. Для этого достаточно купить вот диски по питанию, и уже смотреть, потому что я все равно целый день не буду по питанию. Представляю, я там два часа по питанию, а там семь часов, это в любом случае больше, чем два часа, да? Но существует вот такой алгоритм. Первая, цель. Вторая, способ. Вторая, ступень. Третье, средство. И четвертый, результат. Закон действия. Цель, способ, средство, результат. Цель, способ, средство, результат. Это очень важная вещь. Если у человека нету цели, то он ничего в принципе не добьется. Ему может повезти, он может как-то так сработать. Разные могут быть программы, но реального движения к результату не будет. Цель, способ, средство, результат. Здоровье нельзя ставить в цель. Потому что здоровье это процесс. Это ежедневный процесс в течение всей жизни. От начала и до конца. И если мы здоровье ставим в цель, то все остальное тогда что? Это ежедневный процесс. Да? Но, мы можем сделать задачи. Задачи. Которые можно записывать очень, ну скажем так, понятные и обтекаемые. То есть, задача может выглядеть, она у каждого будет выглядеть по-разному. Но, например, она может быть, жить, к примеру, активно, активно, не болея. То есть, это надо думать, это у каждого будет своя задача. Какие способы для этого могут быть? То есть, в любом случае, у кого-то будет задача понизить артериальное давление. Но если оно высокое, допустим, избавиться от гипертонии. У кого-то будет задача снизить лишний вес или привести себя в нормальную физическую форму. У кого-то будет задача нормализовать свои сахарные показатели. Потому что у человека сахарный диабет это ему жить не дает, да? У кого-то будет задача, например, вылечить онкологическое заболевание. Эту задачу можно спокойно ставить. То есть, у всех у вас разных задач. У кого-то будет задача вырастить здорового ребенка, если вы, кто имеет часто длительно болеющего ребенка либо ребенка инвалидов. То есть, здесь можно ставить любые задачи. Она может быть одна, может быть три, может быть пять. Они могут сформулированы совершенно по-другому. Кто-то напишет нестареть, или кто-то напишет сбросить 10 лет, возраста. Или сбросить 15 лет возраста и выйти замуж. Да. То есть, задача это ваша. Это то, что вы хотите. Сначала надо себя спросить, что вы хотите. Если вы определитесь, что вы хотите, например, допустим, ну, не знаю, вот как я избавился от гипертонической болезни. Потому что вам ее поставили уже, она у вас уже стоит. и от нее надо избавляться, да, то сразу пойдут способы. Эти способы могут быть разные. Их надо переписать все, которые вы знаете. то есть, например, разработать индивидуальный образ, здоровый образ жизни. То есть, сначала надо определиться на общем уровне. Здесь может быть несколько способов. Кто-то напишет, значит, что он включает. Да? Вы можете конкретно написать. Допустим, психологическая адаптация или как-то по-другому назвать. Дальше. Физическая активность. Но за этим должно последовать сколько вешать в граммах конкретно. Допустим, сюда же можно этот круг разложить. Потому что, когда он в круг, это для того, чтобы вы поняли. А когда это план действий, это уже план действий, это уже совершенно другое. Например, избавиться от, допустим, вредных привычек. Но сначала надо их продиагностировать, какие они у вас есть. Какие конкретно вредные привычки влияют на вашу гипертонику. То есть, здесь будет много способов. Против каждого способа можно будет поставить средства. Например, психологическая адаптация. Допустим, средства позитивное мышление. Все. Вы ставите, вы даете себе задание. Что не прочитать, поучиться, начать позитивную мысль. Я к примеру говорю, кто-то что-то другое напишет. И здесь обязательно должен быть срок. Например, вы хотите отрегулировать давление свое, вы даете на это себе три месяца. Здесь обязательно должно быть питание. Здесь обязательно должна быть вода. И она обязательно должна быть прописана. Вот детесная ведомость. Например, плохие напитки и хорошие напитки. От чего ты готова отказаться? То есть по каждому из двенадцати причин мы должны проработать. Например, кофе убираю. Раз. Ароматизированный чай убираю. Два. Вот, поверьте, пока вы не напишите, ничего не о нем. Вот, люди, как бы, имеют такую, ну, достаточно хорошую силу воли. И они, в принципе, легко от чего-то отказываются. Другим надо это затверждать. Например, вы отказываетесь от, например, шампанского там или еще что-то. И что вы обещаете пить? Например, обещаете пить воду, обещаете пить чай. Вы себе обещаете. Потому что никому ваши обещания, кроме вас, не нужны. То есть это должна быть целая тетрадь. Тетрадь должна быть хорошая. Она должна быть широкоформатной. Потому что если ваше левое полушарие не согласно, все, пинды к котенку. Сто процентов. Наше правое полушарие, вот оно. Оно говорит, ой, я все хочу. Я хочу быть молодой, я хочу быть красивой, я хочу быть здоровой. Скажите, что делать? Я полушария, понятно. Вода. То-то, то-то, то-то. Прогушай, ну, это слишком долго. То есть правое полушарие, оно сложное, оно эмоциональное. Оно хочу, не хочу, все, не хочу, завтра не хочу. левый, слушай, давай конкретно. Напиши, что будем делать. Ну, вот это я как раз и люблю. Понимаете руку, у кого есть список. Честно, понимаете руку, у кого есть список. Дистрибьютор, которых вам научат ваши спонсоры. С чего надо начинать бизнес? Дуберцы занимаетесь? Вообще, дистрибьютор пирогова. все понимают. Надо писать список. Леша Луконин говорит, ну, или 500-ом, и в колпе чех в списке, Все знают. Понимите руку на пирогов, две руки, да? Понимаете, что в речь? То есть правый полушарик готова. Да я же не против, да это штука, вообще класс. Покажи, делай мне тебя. Не, да я не вставу, потому что вот. Здесь будет то же самое. Так уже было много раз, так уже было тысячи раз. Я за последний год обучила тысячи человек. Если я попрошу хоть одного показать индивидуальную программу, пришли, погрели уши и ушли. При этом, очень любят, очень приходят, улья Алексеевна, спасибо, там, покажи программу, по которой идешь. Вот еще пока нету. Хвост отвалится, уши отпадут, тогда я начну. То есть не надо ничего ждать. Если вы не можете написать элементарных вещей, то вы можете только вспомнить, что вы хотели не делать так, когда? Что там Ольга Алексеевна говорила три года назад? Я вот это буду делать. Это по крупному счету ваша задача, да? Моя задача – показать вам путь, показать вам цель, что можно быть здоровым, показать вам способы. Вот я им показала 12 способов, 12 причин и путь. Показать вам средства. Все препараты кораллового клуба, все питание, все движение, все есть, да? Вам надо результат. Если вы действительно избавились, когда ко мне подходят, уйдёшь или сильно, я вылечу то, я вылечу то, я вылечу то. Это результат. Это результат вот этого труда. Такая, может быть, составлена на маму, на ребёнка, на мужа, на кого угодно, но если вы не написали, вы просто, несистемно, что-то где-то пьёте, непонятно как, непонятно что. вы можете сейчас говорить, у меня не хватает левого полушария. Разливайте левое полушарие. Потому что никто за вас его развивать не будет, ваше здоровье, кроме вас, никому не нужно. Вот это понятно? Да. Я постараюсь к следующему разу дать компетестовые системы, с которых вы можете стартануть. Проверить, есть ли у вас обезвоживание, проверить, надо ли вам чиститься, проверить, что у вас не хватает, каких витаминов, где, как, но. Это надо будет работать. Бессмысленно мне вам это готовить, если вы это не будете делать. То есть, дурной работы никому не нужно. Лишней. Поэтому если вам это нужно, сначала должны принять решение. Да, вы действительно хотите заниматься здоровьем образом жизни. А дальше возникнет второе. А за базар-то надо отвечать. Перед кем отвечать? Да перед собой. Перед своими детьми. Перед своими родителями. И за родителей. Потому что информация есть у вас, а у них нету этой информации. Ну вот, как только вы это сделали, это алгоритм вечный. Цель, способ, средство, результат. Заработать деньги. Цель, сколько, когда. Способ, средство, результат. Каким способом? В библиотеке. Извините, ваша цель нереальна. Вы никогда в библиотеке не заработаете более там на квартиру там или на машину. Это нереально. То есть, цель определяет все. Каким способом пойдет. И какой результат получится. И есть второе универсальное алгоритм. Я бы хотела, чтобы эти алгоритмы запомнили. Потому что эти алгоритмы это универсальная вещь. Вот здесь таблица умножения. Вот это точно такая же таблица умножения. Цель, способ, средство, результат. Если вы взяли не ту цель, не получится. Не тот способ, не получится. Не то средство, не получится. Все нужно соответствовать. Вы всегда можете, так сказать, с кем-то посоветоваться, продумать. И второе. Когда вы начинаете делать, начинаете делать, вы проходите четыре ступени. Все, только четыре. Их нет больше в природе. Я методолог. Их нет больше в природе. Четыре. Первое. Вы проводите исследование. Я не зря вас спросила, что вы будете делать. у вас нет в руках инструмента, поэтому вы ему чего не будете делать. У вас нет в руках инструмента. Один говорит поспать, второй говорит, водой набьется, третий в туалет, входит, четвертый. Это не система. Вы должны войти в систему. И если система правильно организована, вы будете это делать. Конечно, так. И так, исследование. Что нужно исследовать? Что нужно исследовать? В отношении к вам. Что нужно исследовать? Первое. Себя. Нужно исследовать себя. Свои резервы, свои ресурсы, да? Второе, что нужно исследовать? Препараты. Изучим, посмотреть. Какие средства у нас есть для того, чтобы вы откорректировали свои результаты. Вот мы сейчас находимся на кадине, и вы исследовали. Я вам рассказываю, и вы запоминаете. Все. Если вы исследование не привели, вы можете ничего не делать. Ничего не получится. Вы можете ко мне подойти и спросить, что мне принять. У меня уже просто, в чему ухо отваливается. Я вам скажу, что вам принять. У вас ухо прирастет. На следующий день не придете, вы уже говорите, теперь ухо отваливается. Я вам еще опять расскажу. И вы попадаете, как бы, сами у них же не знаете, и вы попадаете в какую-то зависимость. От прочей там счетку. Это не надо, это не свобода. Вы сами должны все понимать в отношении своего организма. Поэтому исследовать. Никуда не пройдете мимо. Вы решили построить дачу. Купили участок, ничего не исследовали, схватили деньги, заплатили. И говорят, я тут сделаю сад. Вам говорят, извините, какой сад? Тут грунтовые воды с 5 на полметра залегают. Да вы что, я же 3 миллиона за этот участок заплатила. А что же не исследовали-то в роду? Так я же не знала. 7 раз от ней, 11 отрежет. Это про что? 7 раз исследую. 70 процентов времени ты и сплошь на исследование. И только чуть-чуть нам организовать. Это понятно? Исследование. Все, нет исследования. Все, ничего нет. Причем исследовать надо как-то понятно по системам. Собрать все свои анализы, которые у вас были. Систематизировать их. У кого-то есть рентген, у кого-то есть мрт. Собрать все в одной из них. У вас есть карточка? Покажите. Она у меня у врача. Я говорю, у врача ваша карточка вместе с вами. Ну зачем врачу ваша карточка вместе с вами? Ваша карточка должна быть у вас. И она должна быть у вас. Она никому не нужна, кроме вас. Вот она в неведомственной больнице. До ведомственной больнице чихать. Если вы помнете завтра, они даже не удивятся. Только вам нужны ваши карточки, ваши анализы. Ваша жизнь. Возьмите ответственность на себя. Сейчас никому до вас не будет делаем. До нас вообще, до меня и до вас, и до наших родственников, до наших детей. Просто никому не будет делать. Поэтому нет другого способа. Только самое исследование. Итак, исследование. Вторая ступень. Проектирование. Оно называется по-научному. Можно называть ее планирование, написание и так далее. То есть, вы исследовали, вы поняли, это плохо, это плохо, это плохо. Планируем, проектируем. Так-то, так-то, так. Хочу сделать то-то, то-то, то-то. Цель, способ, цель, то-то. Запланировали. Написали. Обязательно написали. У меня ничего не делается. Обсуждается только написанное. Третье. Организация. Это называется сделать. Если вы не выстроили проект от дачи, то ничего вы не построите. Ну, печа купил мало. Этого купил много. Этого сделал не тот. Сначала проект, потом дело. Я ведь пошел купил коловаду. Прихожу. А мне говорили, что у вас-то вам нельзя коловаду, у вас камень в желчном пузыре. А ты что, не знаешь, мне ты камень в желчном пузыре? Нет, я знаю. А почему купил коловаду? Ну, я же не знаю, что при коловаду нельзя ты ко мне в желчном пузыре. Так ты не исследовал. То есть, она была исследовать, что у тебя, а что у коловады, а можно ли, а сами стим ли ты с ней. Купил день и затратил, ну, ты подари кому-нибудь. Не надо бегать, хватать, что попало. Сначала посмотрите, что вам надо. Посмотрите, что вы из этого можете изменить. А потом уже будете покупать. И последняя ступень, она обязательно должна быть. Она называется, вообще-то, ну, по-ноучному назвать, это рефлексия. По-русски она называется сравнение результата или осознание результата. То есть, вы исследовали, написали, сделали, и вам не обязательно нужно посмотреть результат. Вы добились от ничего вы хотели? У вас вот тут цель была? Вы выбрали способ. Натуральная медицина, здоровый образ жизни. Вы выбрали средства. Спирулину, люцерну и так далее. Это средства. И вам нужен результат. Вы исследовали себя, записали то, что вы хотите, спроектировали под вашу задачу. Вы мне спросите, а о чем мы хотим? Вот я единственный вопрос, на который я не знаю, о чем вы хотите. Каждый хочет по-разному. Кто-то хочет жить долго. кто-то хочет лишний вес убрать. Кто что хочет? Это никто за вас не решит, что вы хотите. Это самый сложный вопрос в жизни. Что я хочу? Это вы сами должны предоставить, что вы хотите. Мы поможем вам то, что вы хотите. Определитесь, что вы хотите. Да? Это просто организация. Мы сравнивали эти результаты, которые вы хотели. вот здесь и здесь должно совпасть по срокам, по желаниям. Вот тогда это будет разговор. А просто там, пищевые добавки, сегодня одно, завтра другое, завтра третье. То есть это без осознания не работает. То есть жить надо правильно, жить надо хорошо, жить надо оптимистично. Питаться надо нормально. К воде надо относиться уважительно. Боготворить надо. Тогда она начнет на вас работать. Верить в нее надо. Двигаться надо. Энергию надо набирать, дарить, раздавать, получать. Ходить надо, суетиться надо. То есть выдавать что-то на гора, потому что это нормальные люди, честные, порядочные люди. То есть вы много можете сделать пользы. И у вас начнется совершенно другая жизнь. Начнется востребоваться, начнется признание, начнется влияние. То есть то, что нужно человеку. Не просто там какое-то, где-то или какая-то спекуляция пищевыми добавками. Вы даже боитесь вам даже стыдно сказать, что вы там дистрибьютор. Это не стыдно, это нормально. Вы консультант по сохранению здоровья. У вас иди блог будет такой. Там будет написано, что вы имеете право. Да? Но только надо понять, ну мало того, что с собой так должно, но и с другими таком. Блин, что ты хочешь? Он говорит, ничего не хочу. Ну извините. Понятно, да? Чего говорит, хочу снизить вес. Понятно. Чтобы снизить вес, есть несколько способов. Раз, два, три, четыре. Голодать будешь? Нет. Бегать будешь? Нет. Терезонный зал будешь ходить? Нет. Ну еще два способа есть. Коловато. Будешь? Буду. Ну хорошо, давай попробуем. Но на 10 килограмм ты не похудеешь. Ребют так, чек-то не лезь. Иначе надо либо бегать, либо поститься, либо еще что-то. Чего говорит, ну не могу. Все, не договорились. Тогда тут четыре. Давайте поторгуемся, давай. Будешь бегать 10 дней, не будешь бегать 4. То есть вы реально должны давать людям информацию. То есть вот эти два алгоритма, они вам на всю оставшуюся жизнь. Цель, способ, средство, результат. Исследование, проектирование, организация, сравнение. Результат. Все. Ничего больше в жизни не будет. Если вы пойдете каким-нибудь другим путем, а можно применить ее миоплатию? Можно. А смысл? А смысл? Ну, похуделы. Дальше что? Так, цель была похудеть, ну или пример, да? Вопрос. Завтра нога начала болеть. Если вы хотите действительно что-то с тобой сделать, разберитесь, что вам не нравится. Разберитесь, что вы хотите. Вот тем, кому-то 50, наверное, захотят не стоять или помолодеть. Задача реальная, абсолютно. Десять лет можно сбросить просто играючи. Месячный весом. Что ты для этого готовы сделать? Бегать готов? Нет, бегать не готовы. А что готов? Давай смотрим. Поститься готов? Готов, записал. Что еще готов? Сахар готов или стать? Заготов, записал. По одному не получится. Вот уже сидите, да, смотрите? Как-то я отнасяглюсь и буду рассуждать, да? Сложно? Почему? Можно. А Сахар, ты же конфеты убрали? А? Сахар, а ты конфеты значит убрать? Конфеты, естественные, пирожные. Скажите, что вам может помешать это сделать? Сложно. 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 Мотивации нет, да? Мотивации нет. Энергии будет где-то взять. Но я про это и говорила. Поэтому надо собираться по двое, по трое. Надо собираться группами. Вы же все объединенные в одни сети, да? Наверняка у вас в структуре найдется три человека, которые захотят быть вечно молодыми, зелеными, да? Ну, наверное, захотят. Ну, вы все собираетесь, садитесь и начинаете. Потому что у одной не получится, серьезно говорю. Нужна чья-то энергия, нужна чья-то мотивация, нужен какой-то мотор. Чтобы собой заняться, это самое сложное. Самое сложное заняться собой. Другими легче сто раз. Вот собой человек может все свои проблемы вшить. Ну, кроме запущенных случаев рака, потому что там уже другие какие-то процессы вступают, и просто медицина пошла в другую немножко сторону. Мы с вами прошли для важной темы. Вот это вам пригодится. Вот это вам пригодится на все остаться в своей жизни. Вот не забывайте это. И все свои дела делайте с этой точки зрения. Какая у меня цель? Я иду на переговоры. Какая у меня цель? Какой способ я исследую? Использую. Какое средство я использую? Я хочу подписать человека, да? И какой результат я получу? Не та цель, никто средствует, никто способ. Результат ноль. Если у вас цель подписать, результат ноль. Вы подписали? Если у вас цель помочь ему, решить его проблемы. У него есть проблемы? Есть. Хочешь? Хочу. Результат будет сто процентов. Если он не хочет, вы не знаете. Вот вся наша неорганизованность из-за того, что мы не знаем законам организации. А здоровье это очень процесс организованный. Бесполезно. Сегодня лечить нос. Завтра лечить хвост. Позвезавтра шкурка где-то отвалилась. Потом что-то с рукой случилось. Потом еще стукнуло. Потом еще кирпич на голову упал. Каждый день какие-то новые вводные, выводные и так далее. У человека, у которого есть понимание, что надо делать, и вообще ничего не волнует. Он знает, ну упал, ну вылечусь, вообще не укрой. Отравился, да, вообще не проблема. Вода, сорбенты там. То есть надо знать на, ну, как бы, на многие случаи жизни что сделать. Это просто. А вот когда вы помогаете это сделать другим, это бизнес. Причем супер бизнес. Вы можете быть настолько обеспеченными людьми, насколько у вас интеллекта вот этим заняться. Все у людей будет лучше, кроме здоровья. По всей позиции улучшение здоровья в нас не увеличается. Потому что еда плохая, вода плохая, все колония струтает, колония разрушает. То есть вы через год, через два будете супер востребованы. Но сначала себя приведите в порядок. Суника за космос не стартует. Займитесь собой. Получите результат. Вот это вот волшебное слово результат. Мне очень понравилась одна американская книжка. Одна девочка. Она писала бестселлер, который разошелся миллионными тиражами. Суть была такая. Дурнушка. Простушка. Толстушка. Вся покрытая снобной головой брущами. Без копейки денег в кармане. Без профессии, без силы. Решила изменить свою жизнь. Пошла, получилась на какие-то курсы, что-то там поставила цель. И три-четыре года она этим занималась. Изменила кровность у себя. Получила профессию. Стала нормально. Изменила себя. И написала в этом книгу. И оказалось, что это один из самых крутых бестселлеров. Потому что десятки тысячи, ну не умы людей, не могут вправить с лишним месяцем, с прощаемыми, без профессии, депрессиях и так далее, и так далее, и так далее. И то, что она была такая, а стала другая, оказалось очень серьезным мотивирующим фактором. Это называется, чем хуже было, тем лучше. Тем лучше стало. Чем вы больнее сейчас. Чем вы сейчас больнее, тем больше вы увидите эффект. Потому что тот, кто здоровый, ему что не надо сейчас. А если у вас есть проблемы, то это ваши проблемы из 20 рублей. И скажите, через год всем, что у меня было вот это, вот это, вот это, вот это сейчас это ничего нет. Потому что я вот так, вот так, вот так, тысячу емок. У вас с такими же проблемами. Если вы добреете результаты, вы играете, вы сможете им помочь. А если вы так просто, что-то, где-то кому-то посоветовали, приходите на костылях, сперкачу, прыща, без копейки денег, и говорите, слушай, я занимаюсь здоровьем. И бизнесом. И то, и другое, и вообще классная вещь. Хочешь, я тебя научу? Чего так сказать? А что ты сам-то? Он говорит, ты понимаешь, я в основном консультирую других. А сам говорит, я еще не решила собой заняться. Поэтому начните с себя. Нарядите порядок в сумочке, а потом будете наводить порядок на планете. Сначала.